В Анапе проектируют парки и скверы на общей площади свыше 50 гектаров. Реконструкции имеющихся и созданию новых общественных пространств было посвящено совещанию, которое сегодня провел мэр города Василий Швец. В работе приняли участие зампредседателя совета Игорь Филимонов и депутат Законодательного собрания края Алексей Аксенов. Реконализация общественных пространств общей площадью свыше 50 гектаров. Это 11 общественных территорий, они из разных бюджетных источников, в разных программах они присутствуют. Наша с вами задача сегодня и отпроектировать, и тем более построить максимально комфортные сжатые сроки, чтобы все видели, понимали и знали, и наши жители, и гости нашего курорта, чтобы мы готовы встречать отдыхающих со всей страны. Продолжается проектирование масштабного императорского парка. На территории будут созданы зоны отдыха с фонтанами, водоемами, малыми архитектурными формами, построен просторный культурно-досуговый центр, скейт-парк и другие спортсооружения. Активно идут работы по устройству фундамента в Крещенском парке. Следующим этапом станет прокладка коммуникации, а также массовая посадка деревьев. Разрабатывается дизайн-проект реконструкции ореховой рощи. Работы пройдут в два этапа. Сначала будет заменена детская площадка, добавлены малоархитектурные формы, затем проведено дополнительное озеленение, смонтировано новое освещение. Также обсуждается вопрос сделать парк открытым в любое время суток, убрать ограждение. Завершается разработка проектной документации по благоустройству театральной площади. Дизайн-проект победил на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города». Работы планируется начать в феврале. Также участники совещания обсудили проект реконструкции музея Горгипия и прилегающего к нему участка набережной. Парка советского виноделия в Виноградном, строительство каменной набережной, которая будет соединена с императорским парком, благоустройство аллеи Рос. Мэр Анапы поручил привлечь к обсуждению проектов как можно больше жителей города-курорта. Продолжение следует...